Водители облегчат работу сотрудников ГИБДД. С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в правила дорожного движения. В первую очередь за повторное пьянство за рулем можно угодить за решетку на два года и остаться без прав на три. Во вторую о мелком ДТП можно не сообщать полицию, а незначительные аварии регистрировать самостоятельно. Северодвинцы к нововведениям пока не привыкли, все равно звонят в полицию. Днем на территории Первой горбольницы произошло незначительное ДТП. Две газели не смогли разъехаться. Чуть задели друг друга. Ущерб от аварии несущественный. Согласно новым изменениям в правила дорожного движения, полицию в этом случае вызывать было не обязательно. Водители могли самостоятельно зафиксировать инцидент. Да, знаю, я соучастнику предлагал, он отказался. То есть вы все-таки хотели, да, сами зафиксировать? Да, конечно, конечно. А ущерб небольшой? У меня буквально две царапины, даже фонари не разбились. У него тоже ни одного фонаря не разбилось, там только пластик немножечко вырвался и все. Если бы эти две газели стояли на проезжей части и мешали другим, инспекторы ГИБДД штрафовали бы водителей на тысячу рублей. Согласно изменениям в ПДД, с 1 июля водители обязаны составить схему аварии самостоятельно. Все сфотографировать и немедленно убрать авто с проезжей части без сотрудников ГИБДД. Однако такая схема действия работает только при мелких ДТП. А если автовладельцы не собираются обращаться в страховую, дорожный инцидент можно не фиксировать вовсе. Впрочем, без ДПС до сих пор нельзя обойтись, если пострадал человек. Необходимо сообщить о случившем в полицию только в том случае, когда сотрудники, когда, значит, участники ДТП не согласны. То есть и уже уполномоченное должностное лицо полиции сообщит, как действовать водителям. Еще одно изменение коснулось любителей сесть за руль под градусом. Теперь за повторное пьянство автолюбителей привлекут к уголовной ответственности, а штрафов 300 тысяч рублей до двух лет лишения свободы. С правами алководителям придется проститься на три года. Вот так это да, это в принципе чего, это и как бы, ну, непредумеренное убийство. Вот ты садишься пьяный за руль, но в принципе ты уже преступник. То есть, как бы, считаю, что правильно. Следующие изменения связаны с эвакуацией на штрафстоянку. Если хозяин автомобиля пришел раньше, чем оператор нажал на газ эвакуатора, железного коня придется вернуть на место. В противном случае водителю спецтехники придется заплатить штраф 20 тысяч рублей. Опасные парковки в Сиродвинске в основном у заводов. Предприятие это Архангельское шоссе, улица Юдина, машиностроителей проезд, то есть там, где происходит большое скопление транспорта. Кстати, с 8 августа эвакуировать машины за неправильную парковку можно будет только на участках дорог с дорожными знаками и идет эвакуация. Последнее изменение касается пешеходов. Теперь вне населенных пунктов ночью и при плохой погоде они обязаны носить световозвращающие элементы на одежде. За нарушение штраф 500 рублей. Вера Белогородская, Андрей Ляхин, Вестник Северодвинска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова